В этом видео мы поговорим о реабилитации пациентов с бурситом. Среди курортов, представленных на портале санаториумс.ком, лечение с данной патологией возможно в Яхим, Теплице, Хивизе, Хайдуса, Босла, Белокурихе, Пятигорске. Основным в лечении на данных курортах, конечно, является применение местных минеральных вод, грязи и дополняют в лечении различные физические методы. Я перечислила основные курорты, на которые принимают пациентов с бурситом. Самостоятельно вы можете воспользоваться фильтром по лечению и увидеть все курорты, где возможно пройти лечение с данной патологией. Бурситом называют воспаление синвиальной сумки вследствие травмы или инфекции. Метод лечения направлен на оккупирование воспаления и рассасывание ксудата являются УВЧ и СВЧ-терапия, низкочастотная магнитотерапия и ультрафонофорез с применением сосудорасширяющих препаратов. Также применяется согревающий компресс на 6-8 часов с водой комнатной температуры. С последующим наложением через 2-3 часа. В течение 3-4 первых дней после травмы и возникновения бурсита. Применение спиртового компресса в области наложения приводит к дегидратации тканей, повышению осматического давления с последующим выходом жидкости из интерстициального пространства в лимфатическую систему. Одновременно увеличивается кровоснабжение и лимфоток. Для процедуры используется 30% этанол или водка. Процедура проводится в течение 1-1,5 часов, 1-2 раза в день. С целью уменьшения боли применяется локальная воздушная криотерапия. Насадка располагается на расстоянии 7-15 см от зоны повреждения. Движениями от периферии к центру воздушный поток направляется в течение 8-10 минут. В курс лечения входит 10-15 процедур. Локальная криотерапия проводится путем наложения твердого хладагента на 15 минут 3-4 раза в день. В курс лечения входит 12-15 процедур. С целью восстановления функции сустава применяются такие методики, как парафинотерапия, азокеритотерапия, высокочастотная магнитотерапия, ультразвуковая терапия, ультрафонофорез-дефиброзирующих препаратов, а также инфракрасная лазеротерапия. Лечебную гимнастику применяют и на эптабе, и в мобилизации, и в постмобилизационном периоде, а также в восстановительном периоде. В восстановительном периоде лечебная гимнастика направлена на увеличение силы и тонуса мышц, которые обеспечивают стабилизацию сустава, а также направлена на увеличение объема движений в нем. Противопоказанием является гнойный геморрагический выпад в суставную сумку до его ликвидации, некроз стенок сумки. Вот мы обсудили лечение бурсита физическими методами лечения. Если возникли вопросы, пожалуйста, напишите или позвоните, или воспользуйтесь одним из каналов связи, представленных на портале sanatoriums.com. А я всем желаю доброго здоровья и хорошего настроения.